Я приглашаю к микрофону председателя Комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихинского района Елену Юрьевну Котову. Документы, уважаемые коллеги, честно говоря, не было последние четыре дня вернуться к собственным текстам, но тем не менее, я думаю, что сейчас удастся мне донести основную свою мысль. В истории книги культурологи отмечают четыре революции. Изобретение письменности, изобретение рукописной книги, изобретение книгопечатания и, наконец, создание и развитие IT-технологий. Все эти революции по-разному влияли на эволюцию читателя. Чтение – это своеобразный диалог человека с книгой, требующий усердной работы ума и сердца. Именно в форме диалога закрепляется и передается культурный опыт человечества, традиция, и вместе с тем обновляется ценностное содержание культуры. Диалог – это универсальный способ существования культуры. Особенно диалог индивида с мирозданием, космосом, другим индивидам, народом, государством, культурными традициями. Какой код мы несем? Код культуры, в первую очередь, мы несем с собой, сами несем и передаем своим детям из следующей поколения. Я хотела бы поделиться своими умозаключениями о роли слова, как значимой части ядра культуры. В первую очередь, под словом, мы понимаем часть вербальной культуры – средства общения. К сожалению, сегодня отмечается заметное снижение уровня речевой и коммуникативной культуры, неумение современного человека пользоваться словом. Анализ языка текущего момента, а это баланс между тем, что хочется сказать и как это сказать правильно, неутешительно. Состояние русской речи свидетельствует о нравственном и интеллектуальном неблагополучии общества. Налицо культурно-речевой кризис. Нет эталона хорошей речи. Даже на телевидении и в журналистике книжная и литературная речь сменяется на подчеркнуто разговорную. Не в лучшую сторону изменилась языковая норма носителей русского языка. Сегодня далеко не вся молодежь умеет говорить чисто и по сути, избегая просторечных особенностей, индивидуальных черт, модных словечек и заимствований. Молодежь вообще мало говорит. Сегодня им легче написать смс или бросить пару строк в сети. Очень трудно сформировать век письменных тестов, таких как ЕГЭ, а не развернутых, в том числе устных экзаменов, культуру монолога и диалога, умение слушать и слышать собеседника. В этом, пожалуй, одна из миссий библиотек сегодня. Не только научить читать, но и научить говорить, научить общаться. Сегодня сформировалась особая языковая среда. Культура переписки в сети интернет. Короткие фразы, рубленый язык, намеренная неграмотность речи, которая вычеркивает принцип безусловной грамотности человека. Слышащего свой собственный родной язык с рождения, а следовательно, по умолчанию, правильно употребляющего его. Речевая вседозволенность, зачастую употребление ненормативной лексики, то есть сквернословия, тоже пакутно влияют на языковую среду. Никакие пи на телевидении или звездочки в тексте не уберегут растущее поколение. Мат знают все. Это своего рода часть народной культуры, с которой неизбежно сталкивается каждый. Да и многие из нас и сами грешны, потому что это на Руси вместо тысячи слов. Также массовая болезнь языка – это заимствование слов иноязычной речи. Тут уж грешен всякий из нас. Бесконечные брифинги, кофебрейки, коучи и прочее заполнили все вокруг. Давайте же вспомним Тургенева. Берегите чистоту русского языка, как святыню писал он. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Отдельно хотелось бы сказать о тексте, как запечатленном слове, сохраненном иноразно века, не лишенном при этом авторской мысли, но обогащенном читательской интерпретацией, полученной в процессе чтения этого текста. Текст является овеществленным словом, мыслью, идеей, ведь он создается человеком. С его особенностями, слабостями и вкусами. Это знаковая система, которую на протяжении веков раскодирует именно читатель. В отличие от художественного произведения, имеющего законченность, текст свободен. Он и часть ораторского искусства, и газетные рекламные материалы, научный текст, и текст музыкального произведения, текст архитектурного ансамбля. Он универсальная категория, характеризующая любые явления культуры. Слово и текст нас окружают всюду. На телевидении, в книге, в печатном издании, на вывеске или в рекламе, в сети интернет. Но при этом их исключительность, важность, эксклюзивность сегодня утрачиваются. Кругом слова. Отовсюду тексты. Мы усваиваем их как бы к сведению, не фокусируясь, не останавливаясь на каждом отдельном случае, на каждом отдельном слове. Нас накрывает усталость или нет возможности сосредоточиться на чем-то конкретном. Потому что информационное поле дали, а слова и тексты превращаются в шлаг уходящего дня. У человека в такой ситуации все меньше сил остается на сопереживании, диалог с собой, диалог с героем произведения, восприятие музыкального фрагмента или архитектурного ансамбля. Утрачивается свежесть этого восприятия. С одной стороны, чтение, как и все стороны жизни, подвергается социальной апатии. Читаем мало, редко или не знаем, что хотим прочесть. Читаем только при острой необходимости, когда это нужно для экзамена или требуется по профессиональной деятельности. Чрезмерно увлекаемся сегодня бульварной литературой или глянцевыми журналами. Жуя эту жвачку, при этом внутренне уверяя себя, что это и есть наша культура повседневности.